Два в Кубе Прежде чем поговорить непосредственно о самой игре, нужно уделить внимание одной очень важной детали. Мозайцы — это результат первого успешного отечественного краудфаундингового проекта. То есть частично профинансировали игру обычные люди через сервис BoomStarter — отечественный аналог всемирно известного Kickstarter. Авторами игры была поставлена цель собрать 30 тысяч рублей за три недели. Однако сделать это получилось чуть меньше, чем за две недели, а к концу срока проект собрал вдвое больше. Справедливости ради, однако стоит сказать, что это не первый такой успешный проект. Покопавшись на том же BoomStarter, мне на глаза попалась неизвестная доселе настольная игра Ecologic. Ребята из Питера собирали 130 тысяч за два месяца и собрали, но в кураторах проекта значится Vesti.ru, поэтому у них все наверняка было хорошо. Впрочем, вернемся к нашим баранам, эм, то есть к зайцам. Игра вышла под эгидой молодой московской компании Geminot, а ее авторы — Сергей Голубкин и Евгений Масловский. Сергей наиболее известен авторством «Коронации», «Тайного города» и второго издания «Настольного метро», а Евгений — один из основателей Ассоциации клубов настольных игр, автор игры «Спаси праздник» и продюсер целого ряда настольных проектов. Игре очень повезло с иллюстрациями. Художник Дмитрий Капустин нарисовал невероятно милых зайцев, да и вообще все компоненты выглядят отлично. А еще супруга, как главный любитель выдавливать компоненты игр, просила обязательно показать в кадре, какие удобные у этой игры литнички. Компоненты практически сами вываливаются из них, ничего не рвется, не деформируется и нет никаких смещений печати. Но давайте уже перейдем непосредственно к игре. Игровое поле представляет собой квадрат из случайно выложенных тайлов. На некоторых из них уже сидят зайцы в ожидании своих спасителей, а лодки игроков располагаются на центральных клетках. Рядом с колодой всегда должен быть ряд открытых карточек, равный количеству игроков. А в самой колоде среди последних четырех карт замешана карточка Мазая. Ход каждого игрока состоит из трех этапов. Сперва игрок перемещает лодку двумя действиями. Каждое действие можно потратить на один шаг вперед или поворот на 90 градусов. Также можно потратить оба действия, чтобы шагнуть по диагонали, не поворачивая при этом лодку. Если лодка игрока оказывается на клетке с зайцем, игрок немедленно эвакуирует пушистого. Однако лодка у здешних мозаев не очень большая, и тащить в ней одновременно более четырех зайцев нельзя. Их необходимо выгрузить. Для этого игрок тратит оба действия движения, стоя у края игрового поля. Все жетоны зайцев у него переворачиваются лицом вниз, и в конце игры принесут победные очки. Как только игрок разобрался с движением, ему необходимо заменить одну из карточек на поле. Игрок берет крайнюю открытую карточку и выкладывает ее на поле вместо любой другой, свободной от лодок и зайцев. Снятая с поля карточка уходит в сброс, а ряд сдвигается и пополняется новой карточкой. Если там нарисован заяц, туда, разумеется, нужно сразу же поместить соответствующий жетон. Теперь игрок передает ход соседу слева, и так продолжается до тех пор, пока из колоды не выйдет карточка мозая. Активный игрок немедленно выбирает любой тип местности, кроме болот и зарослей, и на каждую такую карточку на поле выкладывает по новому зайцу из резерва. Затем весь сброс перемешивается вместе с оставшейся колодой и формирует новую. А мозай снова замешивается среди нижних четырех карт. Авторы рекомендуют играть в три раунда, то есть после третьего выхода мозая доигрывается последний круг, и игра завершается. В этот момент подсчитываются очки на спасенных зайцах, и определяется победитель. Вот и все основные правила этой игры, но наибольший интерес в деталях. Почти все тайлы на поле не просто иллюстрации, они обладают значительными игровыми свойствами. Бревно останавливает движение лодки, а течение сносит лодку по указанному на нем направлению. По схожему принципу действует воронка, стягивая ближайшие к ней лодки на себя. Заросли камыша непроходимы для лодок вообще, а водовороты болота срабатывают при их размещении на поле. Водоворот перемещает всех зайцев вокруг себя по или против часовой стрелки, а болото затягивает малышей, и остается всего один круг игры, чтобы их спасти. Честно говоря, когда я впервые увидел эту игру, отнесся я к ней крайне скептично. Простоватый на первый взгляд геймплей, какие-то детские иллюстрации, но стоило мне в нее поиграть, и мое мнение сильно изменилось. Умело комбинируя особые карточки и возможности их замены в конце каждого хода, игроки постоянно создают друг другу ловушки, из которых не всегда просто выбраться. В итоге игра из милой детской забавы при правильной кампании превращается в настоящее сражение за возможность спасти побольше ушастых. Мазайцев хорошо дополняют и более сложные продвинутые правила, а также возможность сыграть командно, двое на двое. Мазайцы — это отличный пример успешной отечественной настольной игры. Несмотря на то, что позиционируется она как семейная, даже бывалые настольные игроки найдут, чем себя в ней занять, и проведут время с очень большим азартом. Редактор субтитров А.Семкин